Дифференциальные уравнения, приводимые к однородным. На прошлом уроке мы уже рассматривали общий вид дифференциальных уравнений, которые можно привести к однородным. То есть это уравнение имело вид y' равно функции от дроби и так далее. Вот если мы сейчас данное уравнение приведем к такому виду, у нас действительно получится уравнение, которое можно привести к однородному. То есть получается функция, которая зависит от некоторой дроби. В числителе у нас будет вот одна из скобок, а в знаменателе будет другая скобка. Там со знаком минус, плюс нам не важно. Так вот, поскольку это так, то мы сразу не преобразовывая данное уравнение, сможем сейчас сразу начинать решать это уравнение, как уравнение, приводимое к однородным. Для этого нам сначала нужно решить систему 2x плюс y минус 1 равно 0 и x минус 2y плюс 3 равно 0. Найдем главный определитель системы. Главный определитель системы, если он не равен 0, то данное уравнение приводится к однородным. Если он равен 0, то данное уравнение можно привести к уравнению с разделяющимися переменами. В данном случае главный определитель системы будет равен 2, 1, это коэффициенты при неизвестных, и 1 минус 2. По главной диагонали у нас получается минус 4, минус 1 на 1, по побочной минус 1, получается минус 5. То есть получается главный определитель не равен 0. А значит данное уравнение можно привести к однородному путем подстановки x равен u плюс альфа и y равен v плюс бета. Где альфа и бета это решение данной системы. То есть альфа и бета это решение системы. Так и запишем. То есть альфа точка запятой бета это решение нашей системы. Решение системы. Ну и теперь можно данную систему решить и найти вот эти числа альфа и бета, чтобы затем сделать нужную подстановку. То есть как решить проще всего систему? Можно из второго уравнения или из первого можно. Сейчас подумаем как лучше. Значит можно... Так у нас тут 2y. Да, лучше всего сделаем так. Умножим первое уравнение на 2 и сложим со вторым. Тогда у нас получается 2х2 4x до плюс x. Получается 5x. 5x плюс 1 равно 0. Далее. А второе уравнение. В качестве второго уравнения можно взять вот это первое и выразить из него y. То есть y будет равен минус 2x плюс 1. Минус 2x плюс 1. И теперь решаем данную систему. Тогда у нас получается x равен минус 1 деленное на 5. Минус 1 пятое. Это минус 0,2. Минус 0,2. А y подставляем. У нас получается минус 0,4. Да, тут минус на минус дает плюс. Это получается 0,4 до 1 еще. То есть получается 1,4. Таким образом подстановка будет иметь вид x равен u минус 0,2. Почему? Потому что это и есть альфа. Вот это альфа, а это бета. Потому что альфа-бета это решение данной системы. Таким образом u минус 0,2 это будет x. А y мы заменим на v плюс 1,4. Подставляем. Тогда после подстановки у нас получается. То есть подставляем куда? Вот в это наше первоначальное уравнение. Которое нужно привести к однородному. Тогда у нас получается 2x. То есть получается 2 умножить на скобки в скобках u минус 0,2. 0,2 в скобках плюс v плюс 1,4 минус 1 умножить на du. Далее плюс, скобки открываются, u минус 0,2. То есть все подставляем вот сюда в исходное наше уравнение. То есть что подставляем? Вот эту, вот эти подставляем вместо x и y данные выражения. Тогда у нас получается u минус 0,2 минус 2 умножить на y. А y это v плюс 1,4. v плюс 1,4. Далее дописываем еще плюс 3 у нас в скобках. И умножить на dy. Да, вот здесь вот я не сказал. Здесь был dx. Но если x равен u плюс какое-то число альфа. Ну в данном случае вот оно уже конкретное. То есть вот оно dx. То это получается дифференциал левой части равен дифференциалу правой. А вот эта константа на дифференциал правой части никак не повлияет. Поэтому отсюда следует, что dx равно du. Поэтому мы так и записали. Вместо dx мы сразу записали du. А далее у нас идет dy. dy у нас тоже отличается от v на константу. А значит dy равно dv. Почему? Потому что под знаком дифференциала можно прибавить или отнять любую константу. Поэтому вместо dy мы сразу пишем dv. Далее все это равно 0. Теперь можно раскрыть скобки и привести подобные слагаемые. После раскрытия скобок и приведения подобных у нас получается 2u плюс v умножить на du и плюс u минус 2v умножить на dv. Равно 0. Далее. Теперь можно попробовать каким-то образом вот это уравнение привести к... Да, оно уже однородное. Оно уже однородное. Почему? Потому что у нас вот эти функции однородные одной степени однородности. То есть первая степень. Тут λ u. Если подставить вместо u λ, вместо v λ, то у нас как раз однородность получается вот этих вот функций. А это значит, что можно сразу, даже в таком виде, делать подстановку. То есть u на v обозначим через t. То есть получается u на v равно t. Откуда v... Так, v у нас была функция. Да, наверное лучше v на u. Давайте сейчас немножко перепишу я. То есть все-таки v на u так будет точнее. Ну, чтобы v была функция та, которая была раньше. v, а u это независимые перемены. То есть v на u равно t. Вот такую замену сделаем. Тогда отсюда v будет равно u на t. И вот теперь нам нужно будет заменить dv. Ну или выразить v штрих отсюда. И тогда, если v штрих будем выражать, тогда v штрих будет равно u штрих t. u штрих равно единице, получается просто t. И плюс t штрих на u. То есть вместо v штрих мы подставим вот это выражение. Ну, в принципе, да, можно и так сделать. Тогда выразим v штрих. Перенесем тогда вот это второе слагаемое вправо со знаком минус. Таким образом, можно вот здесь в скобках поменять знаки. Получится 2v минус u. Вот здесь в скобках. Потому что с противоположным знаком перенесется в правую часть второе слагаемое. И разделить обе части на du. На du и на 2v минус u. Тогда после такого преобразования у нас наше выражение будет иметь такой вид. 2u плюс v. И теперь мы делим вот на эту разность только с противоположным знаком. Потому что мы перенесли вправо. Знаки поменяются на противоположные. Значит, нужно поделить на 2v минус u. И справа у нас получается dv по du. А dv по du это v штрих. v штрих. И сейчас мы вместо v штрих подставим вот эту сумму. Конечно, можно было сразу дифференциалы подставлять. Ну, раз уж так сделали, давайте тогда так и продолжим. Теперь мы делим на u числитель и знаменатель. И числитель и знаменатель подчленно делим на u. Тогда в числителе получается 2u плюс v на u. А в знаменателе получается... Да, если мы делим... Сейчас, одну минуту. Если мы делим на u, тогда 2u и u сокращаются. Будет просто 2. 2 плюс v делить на u. Вот так точнее. Разделить и здесь мы делим на u. Получается 2v на u минус 1 равно v штрих. Ну и вот теперь можно уже все подставлять. Что тогда у нас получается? Дробь в числителе будет 2 плюс t. Потому что v на u это t. Вот она наша подстановка. Далее. В знаменателе будет у нас 2t минус 1. 2t минус 1. Справа вместо v штрих запишем вот эту сумму. Тогда у нас получается t плюс t штрих на u. Ну и теперь можно уже пробовать разделять переменные. То есть тогда получается у нас t плюс 2. Поменяем слагаемые местами. t плюс 2 разделить на 2t минус 1 до минус t. Перенесем в левую часть. А справа у нас остается t штрих на u. Что это такое? Это u, а t штрих мы запишем как dt по du. dt по du. Далее. Что тогда можно сделать? В левой части приведем к общему знаменателю. Тогда у нас получается 2t минус 1 общий знаменатель. Домножаем на знаменатель второе число. Тогда у нас получается 2t квадрат. Так, сейчас проверим. Домножаем. Да, тут еще минус. Значит, будет с минусом. Минус 2t квадрат у нас получается. Минус 2t квадрат. Далее. Плюс t плюс 2 мы перепишем от числителя первой дроби. Ну, как-то не переставил немножко. Ну ладно, пускай. Какая разница. Плюс t плюс 2. Вот это от числителя первой. А это уже от числителя второй. Почему-то я поменял местами. Ну, пускай. Не важно. Так, получается. Плюс t плюс 2. И еще у нас получается вот этот минус t умножить на минус 1. Это будет еще плюс t. То есть получается плюс t еще. Вот теперь все правильно. Далее. Равно. И в правой части мы пока перепишем то, что у нас там остается. Удт на Ду. Далее. Теперь можно разделить переменные. То есть умножить на эту дробь обе части. И тогда у нас получается в левой части у нас получается. Да, вот здесь вот в числителе у нас получается плюс 2t плюс 2. Значит, минус 2 мы вынесем за скобки. В числителе. То есть вот здесь вот мы в левой части выносим минус 2 за скобки. И так и оставим. Минус 2 мы так и оставим. Далее мы умножим обе части на Ду и поделим на У. Получается минус 2 Ду на У. А в правой части останется вот эта перевернутая дробь, потому что мы на нее делили. Это получается 2t минус 1 в скобках. Поделить на t квадрат минус t минус 1. И умножить на ДТ. То есть у нас получается вот такое выражение. Ну и теперь можно проинтегрировать. Интеграл левой части равен интегралу правой части. Тогда у нас получается в левой части минус 2 логарифма У. Минус 2 натуральных логарифма модуля У. А в правой части у нас, если мы сейчас загоним 2t минус 1 под знак дифференциала, то нам можно под знаком дифференциала записать вот этот знаменатель. То есть получается дифференциал от t квадрат минус t минус 1 разделить на t квадрат минус t минус 1. То есть это натуральный логарифм. Почему? Потому что производная t квадрат минус t минус 1 как раз и будет равна 2t минус 1. То есть получается вот в скобках вверху это и есть производная знаменатель. А это значит можно вот эту производную 2t-1 загнать под знак дифференциала и по дифференциалам получить вот этот знаменатель целиком. То есть тогда получается у нас дифференциал от t2-t-1 разделить на t2-t-1. А это натуральный логарифм. Так и запишем. То есть натуральный логарифм модуля t2-t-1. Ну еще надо записать константу. Константу мы запишем мало того, что в виде логарифма, да еще и со знаком минус. Чтобы перенести ее в левую часть. Так будет проще потом модуль раскрывать вот этот в правой части, который остается здесь у логарифма. То есть мы запишем ее со знаком минус. Минус натуральный логарифм c. Далее. Что тогда у нас получится? Теперь можно избавиться от логарифмов. Но перед этим минус 2 загнать вот сюда в степень. То есть получается u по модулю в минус 2. Значит модуль можно убрать и получится просто u в минус 2. Да еще логарифм c со знаком минус перейдет в левую часть со знаком плюс. Поэтому получается у нас логарифм от произведения c умножить на u в минус 2. Ну и потом что? Е возводим в каждую из этих степеней и избавляемся от логарифмов. То есть избавляемся от логарифмов. Тогда у нас получается c на u в минус 2 равно модуль t квадрат минус t минус 1. Ну и теперь постольку поскольку это модуль. А модуль раскрывается как плюс-минус левая часть. Так как c было только положительно строго. Если мы модуль уберем тогда вот эта константа c будет уже не только положительной но и отрицательной. Поэтому здесь вообще можно было записать как c со звездочкой или c первая. А вот здесь будет уже когда мы раскроем какая-то новая константа. Я сейчас здесь звездочку поставлю. То есть пускай это будет c со звездочкой или там c1 можно было написать или c со звездочкой. Но для чего? Для того чтобы c со звездочкой была еще у нас строго положительная величина. А вот теперь когда мы избавимся от модуля тут просто останется константа c. То есть таким образом у нас получается что сразу начнем с правой части. t квадрат минус t минус 1 уже без модуля. И равно это все c на u в минус 2. c на u в минус 2. Ну и теперь умножим обе части на u во второй. Чтобы вот здесь вот получилась единица. То есть умножаем на u во второй. То есть получается t во второй на u во второй минус t на u во второй минус u в квадрате равно c. Ну и теперь возвращаемся назад. Вместо t подставляем у нас мы заменяли вот оно. Это v на u. Вот оно t. Значит v на u. Назад возвращаемся. Получается вот здесь v квадрат на u квадрат. И u квадрат сокращается. Здесь v на u и на u тоже можно сократить на одно u. А одно останется. То есть после сокращения, то есть подставляем вместо t то чему оно равно. Ну в принципе могу переписать. То есть можно переписать. Получается тогда так. v квадрат на u квадрат и умножить на u квадрат. Минус v на u и умножить на u квадрат. И минус u квадрат равно c. Далее. Вот теперь можно сократить. Там где это возможно на u квадрат можно сократить и так далее. И тогда у нас получается в итоге следующий общий интеграл. v квадрат минус v на u минус u квадрат равно c. Равно c. И вот теперь можно вернуться назад и подставить. Вместо v. Где у нас v? Вот оно. v. Отсюда выражаем v. У нас получается это y минус 1,4. v это y минус 1,4. И в квадрате. Минус. Скобки открываются. Вместо v. y минус 1,4 умножить на x плюс 0,2. Далее. Минус u квадрат вместо u x плюс 0,2. Выражаем вот отсюда из первого u. Выразили только что. Тогда у нас получается в квадрате и равно c. И равно c. Теперь можно раскрыть скобки и привести подобные слагаемые. После раскрытия скобок и приведения подобных слагаемых окончательный результат, окончательный общий интеграл будет иметь вид. После приведения подобных. y квадрат минус x на y минус x квадрат плюс x минус 3y равно константе c. Задача решена.